Итак, мы продолжаем разговор с Татьяной Масловой, трёхкратной чемпионкой России в 24-часовом беге, мастер спорта международного класса. Вот расскажи об этих трёх чемпионатах, всё-таки это очень серьёзное достижение. Кто у нас ещё трёхкратный чемпион России, кроме тебя? Ну, а есть, кстати, по-моему, Ирина Риутович, кто-то ещё, я, честно говоря, уже не помню, но я могу сказать, что мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Вот именно тогда наш суточный бег переживал спад. А ты переживала подъём? Не было достойной конкуренции. В 2011 году, когда я первый раз стала чемпионкой России, мне удалось выиграть вообще с смешным результатом 201 километр. Действительно. То есть я, опять же, как сказать, у меня была цель стать мастером спорта. Мастер спорта на тот момент был как раз 200 километров. С тех пор, пару лет назад, повысили нормативы, теперь 210 километров. И поэтому я, опять же, спала в палатке. Я ещё несколько раз спала по ходу суток. Ну, в общем, отдыхала. У меня не было никаких помощников. То есть ты не намучилась? Ну, не сказать, чтобы я совсем не намучилась. Конечно, это всё равно встряска там... Ну, естественно, в конце ты поработала, наверное. Но, в общем, после того, как я преодолела свои 200 на последней части, наконец-то, я просто села на стульчик и сидела. То есть у меня не было никаких вот таких амбиций. То есть теперь, конечно, я жалею и об этом чемпионате и других своих выступлениях. Ну, почему я не выкладывалась, почему я себя отрекла, но... Может быть, это продлевает всё-таки жизнь в спорте, в сверхмарафоне. Вот, например, сейчас Патрица Березновская, говорят, себя вот так загнала, что уже не может конкурировать за первое место. Но есть такое мнение. Вот ты как считаешь? По поводу Патриции, да, я читала это мнение, это высказал Максим Воробьёв. Я не совсем согласна. То есть... Речь о чемпионке мира. Да, Патриция Березновская – это рекордсменка мира, бывшая. Бывшая, да. К сожалению, да. Хотя у неё очень крутой результат. Она недолго пробыла, рекордсменка мира, всего там полтора года, насколько я помню. И потом Камила Херон из Соединённых Штатов сильно превысила её значительное значение. Сейчас она составляет уже... 270, сумасшедшие километров. А у Патриции было 259. И 9 десятых. Да, почти 260. Вот. И... То есть Патриция, кроме того, что она была рекордсменкой, она ещё является рекордсменкой на Спортатлоне и в Долине Смерти. То есть это тоже само по себе очень выдающееся достижение. И, возможно, это, как сказать, для неё это даже важнее, чем продолжать выигрывать чемпионаты мира. То есть, объективно говоря, вот сейчас с Камилой соперничать очень сложно, то есть практически невозможно. Ситуация полностью поменялась. Да, её можно сравнить с Янисом Курусом. Только в юбке. Да. То есть, если посчитать, между ними сейчас разрыв такой же, как и разрыв между марафонскими рекордами женским и мужским. То есть, ещё недавно женский рекорд сильно не дотягивал до мужского. А сейчас он отстаёт именно на... Я забыла, сколько процентов. В общем, на те же самые проценты, как и принято в других дисциплинах лёгкой обедики. Ну уж, коли мы перешли на аналитику, давай проанализируем то, что происходит у нас в стране. Вот именно в этом включении расскажи, что сейчас всё-таки последний чемпионат России дал определённую надежду, прежде всего, и среди мужчин. Высокие результаты и Кубок России, и Чемпионат России вообще в этом году. Хотя, конечно, мы до сих пор не включены на участие в чемпионатах мира и Европы из-за пресловутого запрета. Как ты считаешь, будет развиваться сверхмарафон, несмотря на эти трудности? Ну вот мы видим, что он уже развивается, причём бешеными темпами. То есть ещё несколько лет назад я была против повышения нормативов мастера и международника. То есть вот это Сева Худяков был инициатором, ещё были люди, которые это инициировали. Я была против, потому что даже по нашим, поимеявшимся мастеру и международнику, да мало кто бегал, куда ещё повышать-то. Но практика показала, что именно повышение, особенно женского и международника, он повысился на 13 километров с 210 до 225. Это стимул. Да, явилось для многих стимулом. То есть результаты выросли просто колоссально. То есть вся первая десятка очень сильно сменилась, ну то есть в общем женская. Пришли вот... Очень амбициозные люди. Да, вот Аня Михайлова из Питера пробежала 235. Вот Ира Масанова опять же пробежала на первых своих сутках. Наталья Порочкова. 232. А в прошлом году она побила рекорд России, который принадлежал Ирине Риутовичу и держался 20 лет. У Ирины Риутовича было 242, а Ира Масанова пробежала 247. Вот. Вот Наталья Порочкова 190 на чемпионате России и через несколько месяцев 237. Серьезный соскачок. Да, 236. У нее на Кубке России в августе. Потом в этом году выиграла Таня Фомина. Тоже с результатом за 230. Я уже не помню, 233 что ли. На втором месте Ольга Веселкина из Кемеровской области. Тоже прекрасный результат. Тоже больше 230. И более того, Ольга потом выиграла еще и чемпионат России в беге на 100 километров в Брянске в сентябре. Вот такой удивительный дубль. Потом Валентина Михайлова, которая уже ближе к 50, возрастная бегунья, тоже прекрасно бегает. Она сняла третье место на чемпионате России. И по-моему тоже больше 230. Ира Лисичкина из Питера наконец показала хороший результат 229. Она долго к этому шла, долго стремилась. Ей удалось это сделать. И она побила рекорд России в группе G40. У нас группа каждые 5 лет. Он тебе принадлежал? Да, принадлежал он мне с результатом 225. А сейчас он уже 229. Ясно. А что касается мужчин, вот все-таки Верин Дьякин, допустим, ну понятно, прежние лидеры. Даже вот прошлогодний мировой рекорд по группе 60 нашего ветерана. Забыл фамилию. А, ты имеешь в виду Юрия Галкина, наверное? Галкина, Галкина, Юрий. Вот последние два года мужчины тоже достойные лидеры. Да, мужчины и результаты тоже выросли. Ну то есть пока они далеки до рекорда России, даже к нему никак не приближаются. Даже к 270 пока никто не может приближать. Да, напоминаю, рекорд России 282 у Дениса Жалобина. Так вот, последние годы появились хорошие результаты. Вот в прошлом году Артем Сыстеров хорошо пробежал на Кубке России. Вот Валерий Должиков в этом году тоже пробежал хорошо. Ну да, в общем-то, появились сильные соточники. И, к сожалению, никто не может реализовать себя на международной арене. Разве что вот в Спортатлоне, как Масанова, она же приняла участие в альтернативном забеге на чемпионате мира в Альбии, Франция. То есть вот только таким вот косвенным образом можно о себе заявить на международной арене. Согласна со мной? И неизвестно, сколько это продлится. И это сдерживающий фактор. Ну, у нас, да, сейчас уже с конца 2015 года продакциальная ситуация, что часть легкодлетов попала в, так называемый, черный список. Совершенно не из-за употребления допинга и даже не из-за подозрения в этом, а просто потому, что они участвовали за сборную России на международных соревнованиях. Ну, я тоже в этом списке. Коснулась, да, тебе. Да, и нам нельзя участвовать в зарубежных соревнованиях по льву-кодельски. Но, к счастью, вот появляются люди, которые пришли позже, и они могут участвовать в некоторых гонках. Например, вот Ира Масанова участвовала в Спортоплоне, заняла-то второе место. Долгое время была первой, потом ее в конце обогнала энгерская спортсменка. Еще она поучаствовала в так называемой открытой гонке в Альбии. Это был чемпионат мира недавно. И выиграла в Альбии. Да, и наши спортсмены не могут принимать участие в чемпионате мира даже в нейтральном статусе. То есть ни у одного сверхбараконца нет нейтрального статуса. Потому что для нейтрального статуса нужно состоять в допинговом пуле и несколько раз в год сдавать допинг-пробы. А на это нет денег у нашей федерации, но и у самих спортсменов тоже. Поэтому вот она поучаствовала в открытой гонке, ее выиграла, но вот как-то заявила о себе. Какой ты видишь выход из этой ситуации? Допустим, еще на несколько лет продлится отстранение. Где можно участвовать? И как быть тем, кто засветился в составе той сборной России? Нигде? Есть вариант, и ты его реализуешь. Ну да, мне опять же повезло, что я занимаюсь с некоторых пор сверхмарафонской спортивной ходьбой. И там вот меня допускали на французские соревнования. Но опять же это произошло не сразу. В 2016 году мне тоже запретили участвовать во всех французских соревнованиях. Но потом, в 2017 разрешили, и я с тех пор опять участвую. Без проигрыша. Очень счастлива, да. Как получила, не занимала ни разу даже второго места в 2013 году. Это соревнования вот от суток и больше. Ну, завершая разговор об отечественном сверхмарафоне, все-таки, как ты считаешь, есть еще один сдерживающий фактор? И не надломит ли вот то, что наши спортивные ведомства почти не помогают спортсменам? Все приходится делать за свой счет. Препятствия чинят к тому, чтобы быть заявленным на участие в чемпионате России. Речь о разрядных требованиях и прочих. Как ты считаешь, вот эти внутренние препоны, они сильнее, чем зарубежные наши ограничения? И не погубит ли это окончательно наш сверхмарафон, суточный бег в частности? Ну, если ты имеешь в виду вот это ограничение, что сейчас на чемпионат России можно заявиться только имея первый разряд оформленный, то сейчас как раз ведутся переговоры о том, чтобы это смягчить. Ну, Тимур Пономарев, опять же, работал в этом направлении недавно. Но мне кажется, что если человек очень хочет, то он пробьется. То есть можно участвовать в параллельных соревнованиях, сутки бегом и... Безусловно. Ну и просто человек не может быть не фанатиком, если уж он вышел на старт суточного бега. Он пробьется туда всеми возможными способами. И невзирая на затраты. Наверное, так, да? А таких людей у нас в России, наверное, много. Как ты считаешь? Да. Но кроме того, вот сверхмарафон он все-таки традиционно был в основном любительский. И большинство сверхмарафонцев где-нибудь работают, получают деньги на основной своей работе. И многие из них могут позволить, ну, по крайней мере, современных сверхмарафонцев съездить на отрубежные соревнования за свой счет. Условно. Но все-таки, заканчивая вот этот отрезок, как ты все-таки считаешь, сверхмарафон, это серьезный момент пропаганды вообще бега. Ну, пусть не самого здорового образа жизни, как некоторые посчитают. Хотя я считаю, что это самые здоровые люди в стране, те, кто бегают сутки, не отдыхая. Это очень здоровые люди, у них огромный запас прочности, их сердца огромные, развитые. Все-таки момент пропаганды. Люди обычные смотрят, даже начинающие бегуны. Люди бегут сутки. Неужели я не пробегу марафон? Вот как ты считаешь, в плане пропаганды необходимо развивать сверхмарафон? Нет, тут неоднозначно все. Я, как сказать, хотя я много писала о сутках, в общем, в некотором роде их популяризировала. И я не считаю, что нужно это пропагандировать. Ну, это не массовый вид, скажем так. То есть это все-таки огромная нагрузка на организм, это износ организма. И, в общем, очень плохо действует на опорно-двигательный аппарат. Практически у всех сверхмарафонцев какие-то проблемы с суставами. Вот то, что ты сейчас говоришь, это антипропаганда. Да. Я бы с осторожностью стала рекомендовать участие в сверхмарафонах. Я имел в виду, что вот глядя на сверхмарафонцам, люди хотя бы задаются целью пробежать классический марафон. То есть показывать возможности человека, это тоже как бы пропаганда. Согласны или нет? Или вообще лучше умалчивать о сверхмарафонах? Я считаю, что каждый раз, когда человек рассказывает о своем участии в сверхмарафонах, должен все-таки упоминать о том, сколько он для этого тренировал, сколько лет он к этому шел, какие могут быть побочные эффекты, какие могут быть риски. Всегда нужно об этом упоминать. Даже марафон, в общем-то, не нужно бежать с дивана, ну и полумарафон, должна быть определенная подготовка к этому. Готовка к этому. Безусловно. Тут может быть затронуто не только физическое, но и психическое здоровье, потому что нервные перегрузки, психологическая вот эта настройка огромная. И человеку надо будет потом еще и много психологически восстанавливать себя. То есть где-то какой-то отдых все-таки давать после сезона. Согласна? Ну да. Все правильно. Ну на этом мы вторую часть закончим нашей беседы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова